На планерном совещании губернатор обозначил основные направления работы. Главная цель – достичь тех показателей, которые прописаны в стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Это повышение объема инвестиций до 600 миллиардов рублей во всех отраслях, рост ВРП Края не менее 2% и увеличение собственных доходов в бюджет Края. Мы в прошлом году говорили о стратегии Края 2030, и наступил 2019 год, и нам эту программу жизни, которая стратегией зовется, нужно уже реализовывать. Те параметры, которые заложены были в стратегии развития, продиктованы жизнью нашего региона, для того, чтобы мы развивались, и приоритеты на этот год мы должны расставить. Прошу своих коллег, вице-губернаторов, чтобы довели в каждом своем блоке приоритетные проекты, приоритетные направления, которые коллеги должны не просто быть заявлены, они должны быть реализованы. Мы должны сегодня сохранить стабильность. Стабильность в нашем регионе и стабильность нашего региона. А стабильность региона, знаете в чем? В развитии. Только в развитии стабильность региона. И движение должно быть очень активное, динамичное, потому что только движение – источник благосостояния. В крае также продолжится строительство социальных объектов. В девяти муниципалитетах появятся десять новых школ. Сразу два образовательных учреждения для одаренных детей появятся в Сочи и в Краснодаре. Также в Кубанской столице создадут медицинский кластер и начнут возводить новый корпус детской краевой клинической больницы. А в Денском районе приступят к реализации проекта «Парка Патриот». Это центр патриотического воспитания, аналогов которому в регионе нет.